Подготовил, вот так вот немножко, разжижил. Ну поехали. Вячеслав Франк несет раствор для стены первой в Барнауле уникальной многоэтажки. Я не знаю, как это разравнивать. Ну почти похоже, Вячеслав Франк. Нет, похоже, тут наляпал. Нормально, нормально, я поправлю. Здесь будет девятиэтажный дом. Его возводят по программе расселения людей из аварийного и ветхого жилья. И это необычный для города проект. Квадратные метры строят специально под параметры привычных для аварийных домов квартир. А они, как правило, небольшой площади. И часто именно этот фактор срывал аукцион на предоставление альтернативного жилья из-за отсутствия предложений на рынке. 25 квадратных метров, что сегодня 30 квадратных метров, но она трехкомнатная. Строитель сегодня в современном этом мире не строит такого жилья. Но мы обязаны предоставить эту квартиру. Именно в этом доме мы просмотрели ту возможность, о которой я сказал. Это небольшие квартиры, с учетом той квартирографии, в которой проживают сегодня люди в домах, которые признаны аварийными. Вот есть конкретный человек, под конкретного человека надо построить квартиру. Но вы сами понимаете, что в панельном исполнении, максимально комфортном с точки зрения цены, это сделать весьма непросто. И, соответственно, и задание на проектирование в институте, и реализация всего этого хозяйства, она имеет достаточно много сложностей. Но мы обязаны это делать, в конце концов. Ветхие дома – одна из острых проблем Барнаула. В прошлом году из-за обрушения стен в нескольких из них пришлось эвакуировать людей. Расположены аварийные жилища на потоке в Центральном и Октябрьском районах. Отсутствие на рынке жилья квартир нестандартной квадратуры – лишь одна из причин, которая препятствует расселению. Другая – стоимость жилого метра. От нее зависит размер денежной компенсации, которую получает собственник аварийного жилья. Из-за скачка цен люди зачастую не могут приобрести достойную альтернативу на предложенные средства. Новая многоэтажка должна помочь решить эти проблемы. Из 72 квартир 50 планируют отдать жильцам аварийных домов. В целом же в этом году на реализацию программы переселения выделено больше 2 миллиардов рублей. В рамках программы планировалось расселить 156 многоквартирных домов, признанных аварийными, до января 2017 года. Общей площадью 67 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день расселено 50 тысяч квадратных метров. После 2017 года в список аварийных вошли еще 85 домов. Их расселение проходит в рамках муниципальной программы, для которой выделили больше 300 миллионов рублей. Вячеслав Франк уверен, что подобные этому строительству проекты могли бы стать примером для остальных застройщиков. И в свою очередь признает, что возможно стоит пересмотреть сам подход к решению проблемы. Я бы думал, что это было бы все-таки решение о предоставлении земельных участков и бесплатно под эти программы. Будущую девятиэтажку планируют сдать в следующем году. Темпы строительства высокие. Не собираются медлить власти и с остальными. Все вошедшие в программу переселенцы должны обрести новый дом до конца 2023 года. Елена Макаренко, Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.